Хочешь узнать, как бесконечно плавать под водой? Или какой самый лучший способ поиска алмазов? Это 253 супер-секретных Minecraft-фактов, которые ты, скорее всего, не знал. Давно искал сервер, на котором можно поиграть? Тогда рекомендую тебе проект Equilibrium. Это анархическое выживание с интересным геймплеем и нововведениями, которые ты не увидишь на других серверах. Хорошие комьюнити, самописные плагины, постоянные обновления и отзывчивая администрация. Также всевозможные удобства для игры. Такие как гильдии, много гриферских вещей, блоки привата, свои крафты и огромный мир. Все это подкрепляется мощнейшим оборудованием и профессиональным составом разработчиков сервера. Если ты устал от однотипных серверов и не получаешь удовольствия от игры на них, сервер Equilibrium точно тебя сможет удивить. Добавляй сервер в список и обязательно заходи играть, айпи на экране и в описании. Если ты считаешь, что в аду невозможно поставить воду, то ты ошибаешься. В этом специфичном Майнкрафт снапшоте. Моджанг явно что-то перепутали и разрешили игрокам разливать воду в аду. Если поставить светящийся лишайник в воду, добыть его шелковым касанием. Повтори за мной и у тебя получится настоящая вода в адском мире. Теперь я могу сделать свой водяной рай. Лисы могут держать предметы в своем рту, но они не просто так их держат. Спустя немного времени они могут его съесть, если это еда. А это значит, что лисы могут телепортироваться, съев плод хоруса. А если они съедят что-то типа подозрительного супа, то получат эффекты от него. Все знают, что палки это ужасный источник топлива для печи. Но если это все, что у тебя есть, я знаю, как тебе помочь. Скрафти из них лестницы и твои палки станут намного эффективней. Визер это точно не дружелюбный моб. Но если ты хотел подружиться с этим мобом, вот тебе секрет. Секретный и первоапрельский снапшот, который называется «Любовь и обнимашки», превращает Визера в дружелюбного розового моба, который лечит все вокруг. Кто знал, что у него есть такая добрая сторона? Круги в Майнкрафте это читерство. Но с командными блоками ты можешь сделать один из стендов с броней. Он будет кружиться, пока ты его не остановишь. Используй команду, чтобы переместить центр стендов. Они станут невидимыми и у тебя получится идеальный круг. Самый быстрый способ возвращения домой это ночной механизм с Эндерпёрлом. Это веселая техника, в которой Эндерпёрл подпрыгивает на пузырьковом лифте. Если соединить его с датчиком дневного света. Когда наступает ночь, Эндерпёрл врезается в активированный люк и телепортирует тебя. Это чудо. Рамка портала имеет шанс 10% заспавниться с глазом. Полностью заполненный портал попадается примерно с шансом 1 на триллион. Знал ли ты про секретные F-команды? Все знают, что при нажатии F3 вылезает информация. Но знал ли ты про F3 плюс B, которая показывает все хитбоксы? Глянь на этого жителя, который едет прямиком на курице. Чтобы получить такого секретного жителя, тебе нужно найти маленького жителя, который сидит на курице. Если вылечить этого малыша, он вырастет и станет большим жителем на курице. Большинство шалкеров легко заметить. Но если использовать команду Sammon, можно выбрать шалкеру другой цвет. Также можно устроить ловушку для своего друга, когда он пойдет забирать предметы. Этот зомби полностью мертвый. Потому что в этом 1.9 снапшоте зомби спавняются без искусственного интеллекта. Значит, что в голове у них ничего не происходит. Они даже могут просто зависнуть в воздухе. Ездить на любом существе, на котором хочешь? Команда Райт позволяет тебе передвигаться на любом мобе. Например, как эта пчелка. И я могу летать даже без элитры. Думал ли ты когда-то, каково быть шалкером? Повтори за мной с помощью люка. И при открытии шалкера, ты провалишься в него. И застренишься прямо в нем. Эти злые кролики полностью пропали. Возвращаясь в версию 1.8. Есть очень редкий шанс, что злой кролик заспавнится и будет атаковать игрока. Также их можно размножать. В этом очень старом снапшоте тыквы таят в себе очень страшный секрет. Если заспавнить семена тыквы, рост которой превышает 8 единиц. Они начнут превращаться в эту странную печку. Это происходит из-за того, что потеряны файлы в игре. В любом официальном обновлении до 1.8 ты можешь использовать огонь для крафта кольчужной брони. Самое странное так это то, что огонь никак нельзя получить в выживании. Так что это самый бесполезный крафт. Ты можешь получить невидимую броню в Майнкрафт. Сейчас на мне невидимая броня и мобы меня слабо пробивают. Чтобы получить эту крутую броню, все что нужно сделать, так это написать такую команду. И выдать себе 100 очков брони. Что сопоставимо с полным сетом Незеритовой брони. Но только полностью невидимой. Коричневые грибы, драконьи яйца и рамки портала края издают свет. И также якорь возрождения, свет от которого зависит от того, сколько светящегося камня вы в него положите. На самом деле зомби безвредные. Но когда их кучка, их правда тяжело одолеть. И есть страшный секрет. Каждый раз, когда наступает ночь, есть шанс, что наступит зомби апокалипсис. Зомби заспаунятся, будут отхавать тебя и ближайших жителей. Если ты каким-то образом протащил Хоглина в обычный мир, то он там превратится в проклятого Зоглина. Эта штука начнет бегать по миру, атаковая всех пассивных мобов, которых он увидит. Они такие же, как и Виндикатор, которого зовут Джонни. Секретный моб, который устрашает мир Майнкрафта и убивает все на своем пути. Но не бойся, до тебя я его не допущу. Если построить портал Вент таким образом, и северную часть заполнить последней, Эндерпортал сгенерируется вообще в другом месте. Чтобы все работало правильно, нужно ставить все рамки внутри. Но мне кажется, что так даже выглядит круче. Если написать флавер в меню креатива, что переводится как цветок, Результат покажет вам это. А если ты хочешь посмотреть все цветы, то нужно поставить сначала хэштег. С первым мобом можно получить больше всего опыта. Нет, это не так. Получение ачивки дает тебе опыт каждый раз. Так что если ты найдешь все биомы в аду, тебя вознаградят 19 уровнями. Спидраннер использует эту фишку для быстрого фарма опыта. У каждого блока в игре есть своя степень прочности, Которая значит то, насколько тяжело сломать или взорвать его. И вместе с этим есть необычный секрет. Если у камня прочности 1.5, а у обсидена 50. Как ты думаешь, сколько у Бэдрока? Может миллион? Или же бесконечно? На самом деле это минус один. Не знаю, кому в голову пришла эта идея, но это действительно так. Знал ли ты, что есть способ получить дополнительные слоты в инвентарье? Включи в настройках сенсорный режим и с помощью кнопок с цифрами переложи предметы в крафт. Выйди с инвентаря и у тебя получились дополнительные 4 слота. И к сожалению, это убрали после обновления 1.19. Но ты все еще можешь это использовать в любом другом обновлении. Взрывной пузырек с водой кажется самый бесполезный предмет. Но это один из двух способов, как можно себя потушить водой. Также можно использовать котел и в нем вода не сушится. Это также работает и под водой. В него можно залить лаву, но это уже не столь полезно. Но это не единственный способ совмещения воды и лавы. Во втором методе нужны пузырики и огненные шары. Если поставить песок душ под воду, огненные шары просто будут подскакивать на пузырьках, что полностью ломает всю мою логику. Капельник технически считается сущностью, когда он падает. Это значит, что его можно подцепить удочкой и дернуть его в воздухе. От этого вообще нет пользы, кроме как повеселиться с друзьями. Но это также работает с песком, гравием и конечно с динамитом. Обмениваться с пиглинами чересчур выгодно, но это очень медленно. Профи из Бедрок Эдишн нашли способ увеличить скорость этого процесса в 100 раз. Все что нужно это взять липкий поршень и золотой блок. И сделать супер быстрый повторяющийся механизм. После того, как выкинете золото, пиглин будет подбирать его постоянно при движении блока. И мы получаем супер быстрый обмен. Плавать с дельфинами намного быстрее, чем на лодке. Но единственная проблема, что под водой немного тяжело дышать. Но у меня есть решение, которое позволит тебе дышать под водой. Если ударить моба, пока плывешь, персонаж на половину секунды встает. И пока ты плывешь, ты можешь поднять голову чуть-чуть наверх. Ты сможешь дышать под водой, будто бы аквалангист. Другой способ дышать под водой, это обычное ведро. Возьми его в руки и спайм на блок напротив. Вода будет пропадать на долю секунды. Все знают про клачи с ведром воды. Но в аду с этим немножечко потяжелее. По какой-то странной причине снег не тает в аду. Это значит, что им можно заменить воду. И выглядит эффектнее, чем лодка. Но как мне вообще теперь подняться? А если у тебя есть два ведра и кожаные ботинки? Ты можешь легко построить столб вверх. Просто переноси нижний блок наверх и повторяй. Только старайся не приседать. Особенно, если под тобой лава. Кто не любит закопанные сокровища? Но находить их по карте иногда сильно раздражает. Настоящие профи находят их без карты. Для начала направь голову на биом с пляжем. Уменьши дальность прорисовки до 5. Дальше нажми shift и f3. И смотри на цифры под круговой диаграммой. Game render, levels и entities. Если есть оранжевый на диаграмме, это значит, что рядом сундук. Дальше повернись медленно. Нужно, чтобы оранжевый цвет был максимальным. И беги вперед. Если чанг позади тебя 9-9, здесь должен быть закопан сундук. Или просто используй x-ray. Но никому не говори, что я это сказал. Водные литры с помощью песка в душ работают только если заполнить каждый блок поверх его водой. Но чтобы сэкономить кучу времени, поставь ламинарий в самый низ и вырасти его. Когда ты сломаешь ламинарий, вся вода поверх наполнится пузыриками. А знал ли ты, что можно летать на элитры бесконечно, не используя ни один фейерверк? После того, как взлетишь, нужно соблюдать специальную механику. Поднимаясь и опускаясь на 45 градусов. Такая механика сохранит тебе скорость полета. И ты сможешь пролетать так бесконечно. Ну или пока твои элитры не сломаются. Подзорная трубка. Не настолько полезный предмет, как казалось бы. И я считаю, что это из-за черных рамок по бокам, которые создаются при использовании предмета. Но если ты нажмешь F1, эти рамки пропадут. У тебя будет чистое приближение и выглядит куда более полезнее. Но конволь, настоящие профи используют оптифайн. Этот секретный трюк позволит тебе пережить падение без предметов. Есть миллионы способов обойти урон, используя специальные блоки. Броню или зелье. Но если у тебя ничего нет, то просто выйди из игры до получения урона. Если ты в одиночном мире, то когда ты зайдешь, урон не засчитается. Ты можешь дублировать порталы Энда. Тебе нужно создать мир в 1.19 Java Edition. И после обновить его до 1.20. Если поставить сверху блок Энда на портале выхода. Когда ты убьешь дракона или поставишь кристаллы, второй портал появится наверху. Возвращаясь в 1.14, ты можешь применять сразу много зачарований защиты на один предмет. Создай ультимативную броню, зачаровав ее на всю защиту. И после обнови игру. У тебя останется твоя читерская сильная броня. Этот секрет жителей даст тебе бесконечные эмеральды. Когда ты вылечишь зомби-жителя, любой обмен с ним будет со скидкой. Если ты вылечишь его много раз, скидка будет увеличиваться. И так можно дойти до странных цен. Как например купить 3 книги за 2 изумруда. И продать 3 книги за 3 изумруда. Ты получишь 1 бесплатный изумруд. Ты можешь быть максимально скрытным, когда бегаешь на полной скорости. Если ты подойдешь к самому краю блока. Игра будет думать, что ты бежишь по воздуху. У тебя не будут спавниться частицы. И не будет звука бега. Есть секретный способ использовать взрывное зелье, чтобы оно длилось максимально. Игра считывает, сколько зелья пролетит в воздухе. И увеличивает длительность зелья на это время. Не кидай его в землю. Бросай зелье в воздух, чтобы получить максимальную длительность. Этот дом в огне. Но эти полублоки точно не сгорят. Потому что это новый окаменевший дубовый полублок. Он выглядит как дуб. Но окаменевший означает, что они как камень. Они не сгорят и добываются киркой. Этот секретный блок самый сложный из всех. Блок пазл отвечает за генерацию в мире различных построек. Его можно получить только командой. Потому что блок сразу удаляется после того, как закончит свою работу. Этот секретный предмет был удален из игры. Мешок был как сумка. В которую можно было положить предметы вплоть до стака. Если у тебя были изумруды, алмазы или незерит. Можно было их положить все в одно место. А на правую кнопку мыши все предметы вылетали прямо как из мешка с конфетами. Песок очень опасен, когда падает на тебя сверху. Но также можно в него и провалиться. Эти зыбучие пески размещены над паутиной. И командный блок контролирует, когда игрок пройдет через него. Вот как это выглядит. Нееет, быстрее подписывайся! Когда добавили пчел, а это была версия 1.15. Вместе с ними были две секретные текстурки, связанные с медом. Первый был кристаллический предмет меда. А второй это был желтый блок, название которого восковой. Эти предметы так и не добавили в игру по сей день. С помощью слаймов можно дюпать бирки. Ну, технически. Если использовать бирку на большого слайма, его имя перейдет автоматически к маленьким. Можно настакать так кучу слаймов с коварным именем и пошутить над своим другом. Удача это возможно самое полезное зачарование в игре. Оно дублирует нам алмазы. Но знал ли ты, что есть способ использовать это зачарование намного полезнее? Если зачаровать мотыгу на удачу или любой предмет на удачу 3, ты будешь собирать намного больше урожая с ферм. Вместо 4 морковок с обычной грядки ты будешь собирать около 5,5. И также больше семян с пшеницы. Если у тебя есть механизм с автоматическими печками, попробуй это. Уголь может переплавить 8 предметов. Но блок угля, созданный из 9 угольков, может переплавить 80. Это... Сколько же? А, один бесплатный угользаблок. Но есть способ более эффективно использовать уголь. Просто скрафтить костер. Всего лишь из одного угля ты можешь приготовить бесконечной еды. Кликая правой кнопкой на костер. Каждое мясо приготовится за 30 секунд. И кстати, на практике это даже быстрее, чем печь. Жители обычно тяжело передвигать. Пройдет полжизни, пока ты проедешься с ним на лодке. Или будешь тащить их за собой. Но есть секретная стратегия профи. Которая заставляет сотню жителей пойти туда, куда тебе нужно. Если ты сломаешь все кровати поблизости. И поставишь кровать рядом с колоколом. И используешь его. Все ближайшие жители сбегутся. Говоря про жителей, лучшие игроки выживания используют с ними одну очень сильную фишку. Если ты найдешь библиотекаря и сломаешь его кафедру. Ты можешь бесконечно ставить ее снова, чтобы поменять его обмены. И так можно повторять бесконечно. Пока ты не получишь нужное тебе зачарование. А еще можно вылечить его и получить огромную скидку. Потерять свою базу в Майнкрафте огромная проблема. Бывает тяжело следить за всем, когда ты находишься в практически бесконечном мире. И координаты иногда очень тяжело запомнить. Так что отличная идея не только скрафтить карту, а еще назвать баннер. Поставить его и кликнуть правой кнопкой мыши с карты в руках. И у тебя будет обозначен бесконечный маркер, который будет тебе показывать твой дом. Выглядит даже полезнее, чем магнетитный компас. Один из старых способов, как отметить место, это просто построить высокий столб вверх. И получается мини-маяк. Эта фишка сама по себе очень полезная, но убирать потом это достаточно трудно. Если у тебя нет строительных лесов, то используй гравий или песок. А когда нужно будет убрать столб, просто сломай блок и поставь факел. Этот способ не то что эффективный, но еще и расслабляющий. Чтобы не тратить сотню лет на то, чтобы переделать весь свой цемент в бетон для строительства. Построй стену и пол из цемента, а после залей его. А если у тебя есть куча мокрых губок по какой-то причине, не суши их в печке. Поставь их в аду и они моментально станут сухими. И можно использовать зачарованную мотыгу, чтобы собрать их очень быстро. Многие люди копаются в шахте по тактике 2.1. Но есть способ намного эффективнее, если ты не клаустрофоб. Поставь в воду люк и проползи под него. Капай вперед и ты будешь в отверстии 1 на 1. Это быстрее, потому что каждый блок, который ты ломаешь, открывает тебе 10 разных, возможно заполненных алмазами блоков. Вместо 8, как в другом методе. Просто поверь мне, в этом и есть смысл. Когда ты рейдишь город Энда, шалкеры иногда становятся очень раздражительными. Особенно, когда ты заходишь вглубь постройки. До того, как ты туда пойдешь, возьми с собой плод хоруса. Если тебя задели шалкеры и ты летишь высоко над землей, съешь хорус прямо пока ты падаешь. И тебя телепортируют вниз без получения урона. Но это нужно сделать, когда левитация активна. А то получится не самый приятный результат. Ну или же просто можно использовать элитры. Ты приземлишься очень быстро и безболезненно. Эндерперлы идеальны для перемещения. А еще лучше они работают в аду. Вот пару фишек, чтобы сделать из тебя профи в эндерперлах. Если эндерперл улетел за дистанцию прогрузки чанков, он не телепортирует тебя, пока ты не прогрузишь эти чанки. Это значит, что ты можешь кинуть его куда тебе угодно, уменьшить дистанцию прогрузки и спокойно бегать где тебе угодно. А если захочешь идти, увеличь чанки и ты телепортируешься туда, куда кинул перл. Перлы также идеально подходят для исследования территории в аду. Но есть очень большой риск попасть им прямо в лаву или резкий обрыв. А если ты кидаешь перлу в стену, то встань вот так на краю блока. И кликай так быстро, насколько возможно, пока перл улетит. Когда он долетит, ты быстро поставишь блоки под собой. Это спасет тебя от глупой смерти и ты будешь чувствовать себя реально крутым. А также можно зажать шифт и перить телепортаться и ты не вылетишь из блока. Если твои предметы уже почти сломались, ты можешь совместить два этих предмета. И ты можешь получить намного больше прочности. Хоть и шанс около 10%, но лучше мечом убить зомби, чем сражаться с ним на руках. Котел кажется одним из самых бесполезных предметов в игре. Но на удивление у них есть свое применение. Людям, которые не хотят делать огромную ферму коров ради кожаной брони. Но хотят иметь кучу разноцветной брони. Ты можешь снять цвет с нее в котле и перекрасить в другой. А если ты хочешь поменять эту кнопку подписки на «Вы подписаны», скорее подписывайся, ставь лайк. Эта секретная техника Эндер Пёрла позволяет тебе проходить сквозь стены. И даже можно пройти через крышу ада. Проложи лестницу до бедрокового потолка. Кинь Эндер Пёрл в бедрок и двигайся вперед. И ты пройдешь через него. В Майнкрафте есть секретный мир под названием «Дебаг Ворлд». Чтобы найти его, тебе нужно нажать shift и кликать на тип мира. Прокликая достаточно, ты дойдешь до дебаг мира. Этот мир заполнен пустотой и всеми объектами игры. Этот небольшой трюк позволит тебе скопировать любую постройку. И вставить ее где тебе угодно. Построй статую и заполни ей весь мир своего друга. Кошмар Хоглинов. Это всего лишь веселый маленький гриб. Эта корова Хаук боится искаженного грибка. Без понятия почему, но они от него убегают. Этот портал безумен. Он заспавнился на этом сиде. И по какой-то причине этот портал полностью баганный. Он сгенерировался с шестью глазами изначально. И как-то создал портал, который покрывает только шесть блоков. Вагонетки могут поместить любого моба. Включая нюхача, разорителя и гаста. Представь лицо своего друга, если ты по рельсам ему отправишь такого адского гостя. Было ли у тебя ощущение, что орда зомби не заканчивается? Может потому что так и есть? Каждый раз, когда ты бьешь зомби, он будет осматриваться и пробовать 50 раз призвать нового зомби. Однако у него есть только 10% шанс на успех. Если это не лидер, у него шанс 75% заспавнить орду зомби. Будь осторожен, когда размещаешь улей. Если он слишком близко к океану, любая пчела, попавшая в воду, может очень быстро дезориентироваться. Упасть в нее и утонуть. Игроки теряют целые колонии пчел таким образом, так что береги их. Есть безумный баг с добычей, который позволяет тебе получать больше лута. Даже если предмет не зачарован на нее. Если в твоей основной руке находится меч с добычей. И обычный лук в другой. Мобы убитые с лука будут давать дополнительные предметы. Знал ли ты, что в недавних версиях Майнкрафта ты можешь клачиться вообще без предметов? Все что нужно сделать это нажать shift и пробел до падения. И вуаля, я жив. Этот факт знают только про. Если ты себя протолкнешь в портал поршнем, ты не заспавнишься на основном острове Энда. Тебя телепортируют туда по координатам из обычного мира. Это довольно неплохая ловушка. Песок душ значительно замедляет игрока. Но добавление льда под него делает эффект еще сильнее. Но есть способ еще медленнее. Паутина. Это самый медленный пол из всех мне известных. А если ты довольно быстрый, то ты можешь использовать лук и стрелу. Чтобы сломать вагонетку или лодку своего друга и затроллить его. Но главное, чтобы ты хорошо целился. Знал ли ты, что вызыватель может перекрашивать синих овечек в красных? Очень странно. Кто знал, что он ненавидит синий? А если красный не твой любимый цвет, зелье вреда отлично справляется с устранением мобов. Но в свою очередь зомби оно лечит. Ведь они уже типа мертвецы. Используй на них зелье лечения и оно будет наносить им урон. Моджанг довольно классно подошли к деталям. Оказывается, спрятать что-либо на карте очень легко. Достаточно просто добавить стекло на карту и она станет закрытой. Значит, что она не будет обновляться. Так можно зафиксировать прогресс строительства твоей базы. Если ты возьмешь с собой вент пузырьки, то сможешь собрать фиолетовые частицы, которыми стреляет в тебя дракон. Это называется зелье драконьего дыхания. С ним можно крафтить как наконечники стрел, так и зелье. В старом снапшоте ты можешь вырастить печку. Используя команду, чтобы вырастить тыкву, уровень которой просто нереален, у тебя будет вырастать из-под земли печь. Шалкеры иногда бывают очень раздражающими, когда стреляют в тебя шариками. Но эти шарики работают еще и на мобов, заставляя их лететь высоко в небо. Все знают, что если назвать овечку джеб, она станет разноцветной. Но многие люди не знают, что если назвать кролика тост, то он получит секретную расцветку. Это отсылка на старого питомца одного из разработчиков. Хоть он и не разноцветный, но зато у него есть свой смысл. Все знают, что кошки всегда приземляются на лапы. Но знал ли ты, что в Майнкрафте они не получают урон от падения? В жизни также кошки могут пережить безумные падения. И это вполне справедливо, что в Майнкрафте работает так же. Можно зайти за край мира с помощью этой команды. Это секретное расстояние телепортации, которое переместит тебя на другую часть барьера. Но будь осторожен, когда ты туда попадешь, то будешь получать сильный урон. Это молоко специальное. Оно добыто из спрута. Это потому, что возвращаясь в бету 1.2, со спрута можно было взять молоко, как из коровы. Позже это было убрано из игры. Но мододелы из всего мира отчаянно пробуют вернуть это обратно в игру. Этот бугор снега скрывает секрет. Это иглу. И с шансом 50% под ним есть секретный люк. Ведущий к золотому яблоку, зомби-жителю и обычному жителю. А если ты вылечишь зомби-жителя, можно создать свою деревню. Невидимость это классно, но она не идеальна. Ношение брони делает тебя видимым. Но даже без всего, летучие мыши и коты могут тебя видеть чисто как день. Если ты видишь, как летучие мыши бешено летают, возможно, к тебе подкрадывается невидимый игрок. Это очень грубо, но маленькая панда может создать шар из слизи. Подожди, пока панда чихнет, и из него может выпасть слизневый шар. Гриб это источник света. Может показаться, что это не так. Но коричневый гриб излучает самый слабый свет в игре. Яркость номер 1. До светящихся ягод это была одна еда, которая излучает свет. Как факт, это создано на основе настоящих грибов, которые светятся в темноте. В Java Edition ты можешь использовать рельсы, чтобы полностью закрыть мобов. Некоторые мобы, как зомби и пиглин, не смогут перейти рельсы. Если только это не фантом, который умеет летать. Глянь на этот абордажный крюк, сделанный прямо в игре. Нужно парочку командных блоков. Они перемещают тебя прямо туда, куда ты кинешь поплавок. И останавливают тебя, когда ты врезаешься в стену. Отличный результат абордажного крюка. В игру хотели добавить секретного красного дракона. Однако в конечном итоге он не попал в игру. Планы решили прекратить в 2014 году. Но Моджанг сообщили, что если они захотят его снова добавить. То он будет вылупляться из редкого предмета в игре. Яйца дракона. Это лава в ловушке. Нажимная плита технически занимает пространство камнем. И лава не может протекать через них. Используй это как декорацию в своем доме. Он полностью безопасен. Но до того, как кто-то решит сломать плиту. Это секрет, который ты уже, возможно, встречал, но не подавал этому внимания. Экран главного меню Майнкрафт с шансом 10 тысяч к одному. Меняет текст названия игры на Минсрафт. В Майнкрафт Бедрок зомби пиглины имеют очень маленький шанс. Спавна в другом мире в момент поджигания портала. Что может сделать очень страшный сюрприз. Таким образом, многие игроки создали ферму пиглинов, чтобы получать бесконечное золото и ресурсы. Когда ты заряжаешь стрелу или фейерверк в арбалет, оно обновит его модельку в нижней панели. Но если ты выкинешь арбалет на землю, он уже не будет показывать предмет, которым ты его зарядил. Если только обратно его не поднять. Головы мобов очень редкие. Но многие люди даже попросту их не собирают. Сегодня это поменяется. Знал ли ты, что голова зомби снижает радиус обнаружения на 50%? Что позволяет тебе слиться с ними и прожить свой день за зомби? Знал ли ты, что есть способ забанить себя в одиночном мире? Все, что нужно сделать, это заполнить книгу странным текстом. Затем заполни ими шалкер-боксы. Это слишком много информации для Майнкрафта. Так что он просто тебя забанит. Я не знаю, зачем тебе это делать, но это возможно. Лечение зомби-жителя занимает очень много времени. Но многие люди не знают, что ты можешь ускорить этот процесс. По какой-то причине, если поставить рядом с ними кровати и железный забор. Это ускорит процесс его лечения на 40%. Хоть и не так много, но на счету каждая секунда. Это очень секретно, но Моджанг иногда немного ленивая, когда дело доходит до текстур. Бедрок это очень насыщенный камень. И камень Ненда это перевернутая версия булыжника. Но ты точно не знал, что текстурка тропического бревна это перевернутая версия дубового. А если говорить про что-то имбовое, так это криперы, которые могут залезать по лестницам. Не спрашивайте у меня, как они это делают без рук. Я сам не знаю. Но у криперов есть еще один секрет от нас. Если подвергнуть их эффекту отравления со стрелы или зелья. Когда они взорвутся, они оставят после себя эффект отравления на земле. А для чего это можно использовать? Не задавая вопросы, идем далее. Неважно, с какой высоты упадет кошка, но она не получит урон от падения. Она даже может выжать с лимита высоты и с ней ничего не случится. Сражаться в аду с пиглинами не очень удобно. Но если сделать очень сильный топор, с которым можно убивать их с одного удара, они даже не будут агриться и можно разобраться с ними по одному. Цветочный лес один из самых красивых биомов в игре. И также самое легкое место для фарма цветов. Но что странно, цветы не генерируются рандомно в этом биоме. Каждая область павнит определенный цветок. Пчелы в Майнкрафте очень похожи на настоящих пчел в реальной жизни. Когда они жалят вас, они не просто так теряют жало и умирают через время. Это жало остается на теле игрока. Это легко увидеть, когда упиваешь зелень невидимости. Но только как мне теперь их вытащить? Все знают, что если назвать моба Динер Бон, это перевернет его вверх ногами. Но ты точно не знал, что есть второе секретное имя, которое работает точно так же. Если ты назовешь моба Грам, он тоже будет перевернут. Это было добавлено в одно время с Динер Бон, но не получил такого внимания. А если ты такой же как я и можешь потеряться даже с картой в руках, тогда повесь баннер с названием «Свой дом» и кликни на него правой кнопкой с картой в руках, и на карте будет отмечено точное местоположение твоего дома. Если вам нужно перевести большое количество ресурсов в вагонетки, то это способ для тебя. Поставь в одну точку много вагонеток, и они не только увеличат свою скорость в разы, так еще и не развалятся при транспортировке. Медовые блоки очень раздражают таких мобов, как житель, не позволяя им прыгать. Это значит, что можно использовать их для того, чтобы закрыть. А если ты потратил года на то, чтобы доставить жителя куда-либо на лодке, я сейчас взорву твой мозг. Ты не можешь заманить жителя семенами или морковью, но их можно поманить за собой, просто нажав на них. Видимо, они очень захотят с вами поторговаться и не оставят одного. И можно увезти его куда угодно. А если с вашими жителями что-то произошло, не используйте зелья слабости, чтобы вылечить их. Вместо этого используйте стрелы с эффектами и арбалет. Вы можете простерелить насквозь сразу много жителей и подобрать стрелу после того, как вы излечите сотни жителей только с помощью одной стрелы. Свифт сник это очень крутое зачарование. Но знал ли ты, что при беге, если прыгнуть и присесть вместо обычного нажатия шифта, ты будешь передвигаться примерно на 33% быстрее, чем в обычном приседе. По поводу шифта, вы можете создать секретную лестницу, используя рыхлый снег. И сможете использовать её только вы. Получается максимально лёгкий и скрытный спуск. Как ты думаешь, какой предмет используется в большинстве крафтов в игре? Дерево? Может палки? А как насчёт алмазов? Оказывается, на самом деле это железный слиток. Он используется в 34 различных рецептах, что больше, чем остальные ресурсы. Ну, почти. С представлением точёных книжных полок Майнкрафт 1.20, деревянные доски тоже используются для 34 различных рецептов в Джава Эдишн. Как ты думаешь, какой самый лучший предмет для драки с мобами? Может топоры? Кто-то предпочитает мечи или луки. Но вы все ошибаетесь. Лодки. Вот что слишком сильно. Вы можете обездвижить любого моба, которого захотите. Они даже останавливают эндермена от телепортации. Вы можете переименовать сундук в наковальне, и название будет отображаться в интерфейсе. Он даже сохраняет название после того, как вы его сломаете. Не как остальные блоки в игре. Эндерпёрлы могут подлетать на пузырьках в воде. Это значит, что вы можете создать эту крутую машину для телепортации. Всё, что нужно для активации люка и кнопка. В 1.19.2 был способ, который позволял полностью избегать урона от падения. Если ты спрыгнешь с 35 блоков или выше, и в последний момент присядешь, то сможешь просто пойти вперёд, будто бы ничего и не было. Все мы знаем, что пиглины превращаются в зомби пиглина. И хоглины в зоглина. Но во что же превращается жестокий пиглин? Зомби пиглин с бронёй? Или суперсильный мутант-босс? Нет, просто обычный зомби пиглин. Но он сохраняет при себе свой топор. Стол зачарования можно использовать для раскрытия незваных гостей в вашем доме. Любой, кто пробует прокраситься и украсть ваши предметы, возможно, будет невидимым. Но магические силы стола зачарования показывает, если рядом кто-то находится. Открывает свою книгу и смотрит прямо на игрока. Каждый предмет в игре в направлении изображён с левой нижней части в правый верх. Инструменты, заборы, бирки и аметист. Но не осколок эха, он изображён в противоположную сторону. Мне нравится это, так как это добавляет какую-то инопланетную ширму этому предмету. Каждый игрок слышал эти ужасающие звуки в пещере. На самом деле, они не появляются случайно. Это зависит от параметра, который отображается в F3. Который называется mood и увеличивается каждый раз, когда ты в пещере. И понижается, когда ты около света. Когда он достигает 100%, рандомный пещерный звук воспроизводится. И сбрасывает процент до нуля. Есть всего 4 секретные картины, которые спрятаны в файлах игры. Их нельзя получить обычным способом. Земля, воздух, вода и огонь. Их можно заспавнить только с помощью команды. Они были добавлены только для продвижения Pocket Edition. Но я надеюсь, что их в скором времени добавят и к нам. Потому что они намного круче, чем это. Тонированное стекло. Это единственное стекло, которое выпадает, когда его сломаешь. Мне кажется, метис зачарован магическими силами. Большинство людей ставят ковры просто на пол. Но есть вариантов намного больше, до которых ты даже не догадывался. Например, нить, вода, полублоки, кнопки. Или ковры, пшеница и даже огонь. Ну, возможно, это не лучший способ. В игре очень много зелий. Так что я даже вряд ли запомню, как крафтится половина из них. Но это не проблема для секретного зелья, которое называется Uncraftable Potion. Как уже говорит о нем название, его нельзя скрафтить или получить в режиме выживания. И оно не дает никакие эффекты. Но выглядит классно. А вот что ты можешь скрафтить, но ты про это не знал. Так это стержень края. Оказывается, его можно скрафтить с плодом Хоруса и палочкой Блейза. Арбалет с пронзающей стрелой очень полезный. Можно использовать стрелы вреда, чтобы нанести очень много урона большому количеству мобов одновременно. И после этого забрать стрелы. А если попасть в себя стрелой медленного падения, то ты очень высоко подлетишь при использовании трезубца. И можно использовать это для длительных полетов на элитры. Кстати говоря, про элитры, помните, когда не было фейерверков, приходилось использовать лук на откидывание, чтобы себя забустить. Или я слишком старый. При перезаходе в мир, ты на пару секунд становишься неуязвимым. Если ты попал в неловкую ситуацию, ты можешь выйти и перезайти снова и снова. В итоге просто выплать из лавы так, будто ты сделан из обсидиана. Щит это один из сильнейших предметов в игре. Он может блокировать фаерболы гастов. Но знал ли ты, что если войти в портал, при этом зажать правую кнопку мыши, щит будет использоваться автоматически, что позволяет тебе атаковать и копать. Это очень сильно. Иногда бывает такое, что кирка ломается в неподходящий момент, но если вы нажмете F3 плюс H одновременно, вам будет отображаться точная прочность вашей кирки. И моды даже не нужны. Дым от костра сам по себе слабенький, достигает 10 блоков в высоту, а после растворяется. Однако, если поставить сено под него, дым будет достигать 25 блоков в высоту. Это классно, что лисы могут поднимать и воровать предметы, но знал ли ты, что они могут их использовать? Если попробовать убить лису, когда она держит в зубах тотем, она не умрет. Просто начнет убегать и думать о том, какой ты монстр. Лисы также могут использовать плод хоруса, когда попадают в неловкие ситуации. Это выглядит необычно. Ты можешь подниматься по ступенькам намного быстрее, если у тебя включен автопрыжок. Некий повод все-таки его использовать. Самый страшный сон многих майнкрафтеров, так это крипер, который затаится на вашей базе и взорвет все вокруг. Но чтобы уменьшить потери от взрыва, вы можете залить водой сундуки, они получат иммунитет к взрыву. Говоря про защиту от взрыва, есть очень легкий способ. Если залить водой листву, то она полностью блокирует эффект взрыва. И добывается, кстати, очень легко. Рамка портала Вент один из блоков, который невозможно сломать в Майнкрафт, правда? Ошибаешься? Если посадить красный мухомор и вырастить его костной мукой, то он заменит собой рамки портала. Обычно сундук нельзя открыть, если над ним находится блок. Но как же работает это? Над этим сундуком находится ступенька. И это также работает с блоками, которые имеют неполноценную модельку. Например, как растущая пшеница или травяная тропинка. Также можно очень легко спрятать сундук. Скелеты могут увидеть тебя примерно с такого расстояния. Это около 16 блоков, что даже очень хорошо для монстра, у которого кости вместо глаз. Но если надеть на себя голову зомби или скелета, дистанция уменьшится намного сильнее. И можно незаметно подобраться на длину даже в 8 блоков. Но только теперь проблема то, что я ничего не вижу. Говоря про скелетов, есть один супер умный способ фармить музыкальные диски. О котором ты точно не знал. Стрела скелета зажигается, когда проходит через лаву. И даже может поджечь динамит. Это значит, что вы можете собрать кучу криперов. И взорвать их с помощью скелета таким образом. И вы получите кучу музыкальных дисков. Использование трезубца с зачарованием громоверства во время грозовой погоды создает, возможно, самый неприятный звук в игре. Он очень громкий. Но у меня есть кое-что еще. Это молниевый генератор. Его можно сделать с помощью молнииотвода, поршня и трезубца. И у вас получится максимально бесящий механизм. А ты знал, что можно просто пропустить битву с эндерд драконом. Если построить обычную летающую машину таким образом. Ты можешь долететь до города края, абсолютно не трогая дракона. И залутать весь город, забирая лут, о котором ты только мечтал. Однако, выход отсюда... Только вниз. Так что делайте это на свой риск. Снежный голем умирает практически моментально под водой. В то время как железный голем просто отдыхает. Это уже странно, но это еще не все. Под водой можно спаунить снежного голема, но не железного. А пока мы тут, расскажу еще об одном подводном факте, который может сохранить твою жизнь. Если ты окажешься ночью среди мобов, которые тебя преследуют и ты не можешь поспать. Прыгай в реку или океан и ты сможешь лечь и поспать. И даже можно дышать во время сна. По какой-то непонятной причине. Все знают, что у Визера иммунитет к стрелам во время второй фазы. Но я уверен, что ты не знал, что фейерверки все равно дамажат по нему. Если вы скормите печеньку своему попугаю, то он умрет. Я не шучу, это действительно так работает. Не всегда так было в игре. Моджанг добавили это позже, чтобы сделать игру более реалистичной. А ты замечал эти странные маленькие иероглифы на кристалле Энда? Если хорошо присмотреться. На самом деле, из этих иероглифов составляется надпись Моджанг. Такая вот небольшая пасхалочка. Рыхлый снег сделал горные биомы действительно опасными. Но из нас никто не носит с собой кожаные ботинки. Но у меня есть другой способ справляться с этим. В следующий раз, когда пойдешь в гору, то прихвати соблук с зачарованием на воспламенение. Любой рыхлый снег, в который попадет горячая стрела, пропадает моментально. У светящегося лишайника есть один секрет, про который ты точно не знал. Они могут полностью блокировать воду, чтобы она не разливалась. Так же как таблички и нажимные плиты. Но тоже они могут еще делать и славой. Морские огурцы это одни из любимейших моих растений в игре. Но многие игроки просто забывают, что их можно ставить на суше. Они не будут излучать свет, теряют свой маленький стебель. Но они все еще подходят хорошо для декорации. И сзади них можно даже поставить картины. А еще более классно то, что кувшинки можно ставить на суше. Ну почти. Если блок залита вода, то на него можно поставить кувшинку. Это значит, что можно поставить ее на люки, строительные леса, полублоки и твердолисты. Получается довольно необычно. Так же их можно ставить на лед. Говоря про кувшинки, когда ты их ставишь, ты никогда не сможешь точно узнать, в какую сторону они будут повернуты. Интересно. Все знают, что можно заранее зарядить арбалет стрелой или фейерверком. Оказывается, это можно сделать оптом. Спайм кнопку выкидывания предмета из стрельбы и ты превратишься в настоящую турель. Если хорошо присмотреться, у всех обычных инструментов используется коричневая палка в качестве рукоятки. Потому что они все сделаны в обычном мире и из дерева. Но он из эритовых. Рукоятка состоит из багрового дерева. Так же выглядит палка из него. Это не супер круто, но в очередной раз показывает, что мозжинг обращает внимание на детали. Медный блок имеет классную особенность, о которой многие не знают. Его моделька немного меньше, чем у обычного блока. Это значит, что между ними может пройти стрела. Дельфины одни из самых умнейших животных в мире. И в Майнкрафте это не отличается. Если накормить дельфина рыбой, то он приведет вас к ближайшему подводному сундуку в честь благодарности. Эндермен. Один из самых страшных и сильных мобов в игре. Определенно, что сильнее их точно делать нельзя, но получилось именно так. Обычно Эндермен просто телепортируется от стрелы или от любого другого снаряда. Но если телепортироваться ему некуда, стрела просто отскочит от него, будто ничего и не было. Читеры. Но, к счастью, у нас есть способы сделать Эндермена бессильным. Конечно, можно разлить под себя воду, но это очень старый метод. Если вы загрели Эндермена, посмотрев ему прямо в глаза, просто не отводите взгляд. По какой-то причине Эндермен полностью перестает двигаться, пока вы держите с ним зрительный контакт. И что делать теперь? Ммм, хороший вопрос. Идем дальше. Ломать блоки под водой, как, например, глину, очень раздражает. Конечно, есть старая фишка с дверью, но это не так весело по сравнению с динамитом. Но, конволь, динамит не работает под водой. Ошибаешься. Все, что нужно сделать, это поставить песок или гравий до поджигания динамита. И это работает идеально. И вы также не получите урон от взрыва. А еще можно использовать это и в обратную сторону. Поставив наковальню на динамит до поджигания, не даст ему вообще взорвать блоки. И даже не надамажит наковальню. Если же вы не хотите тратить огромные запасы железа на взрывы, есть более дешевый вариант. Можно поставить динамит на полублок. По какой-то причине это тоже существенно уменьшает радио взрыва. Но, к сожалению, вы все еще получите большой урон. А ты, случайно, не один из странных игроков, который использует от слов вместо коней из-за дополнительных слотов в инвентаре. Но, во-первых, кто вообще использует коней? Это 2023, все летают на элитрах. Во-вторых, ламы вариант намного лучше. Они могут вместить в себя до 15 слотов инвентаря. И если создать линию из 10 лам, используя еще и шалкеровые ящики, вы можете переносить до 4000 стаков блоков. Это больше, чем вам когда-либо понадобится. Блоки, залитые водой, полностью ломают игру. Кувшинки можно поставить на любой блок с водой, создавая какие-то читерские и необычные декорации по типу этой. Но это можно сделать еще более странным, посадив тростник прямо рядом с кувшинками. А другой лайфхак, так это новый уникальный цветок? Он имеет высоту в 2 блока при полном росте. Можно поставить поверх него нитки, чтобы сократить стадию его роста. И получается странная переросшая картошка на твоей ферме. Почти каждая постройка не вписывается в мир Майнкрафта. Будто дом просто бросили в случайное место мира. Чтобы такого не было, попробуй ставить тени возле выступов или краев. А еще можно поставить заплесневелые блоки около дерева. Будет похоже на упавшие с него листья. Внутри мангровое дерево выглядит как подозрительно сочный кусочек мяса. Используя пару молнии отводов, стендов для брони и костер, можно создать эффект аппетитного мяса, которое приготовляется на огне. А если ты считаешь, что огонь для тебя слишком большой, ты можешь поставить стенд с броней в лаву под мясо. И получается огонь послабее. Если ты пытался внешне декорировать дом с помощью урожая, например пшеницы, ты точно сталкивался с такой проблемой. Однако этот читерский лайфхак решит ее. Вода может увлажнять землю по воздуху. Значит, что можно сделать такие урожайные горшки без видимой воды. Попробуй использовать перевернутый молнии отвод со свечкой на конце для создания длинного факела. Он не будет таким же ярким. Но ты по какой-то причине сможешь стоять на краю молнии отвода. Многие уже знают, что можно сделать клетку для попугая, протолкнув поршнем в стекло. Но разве не выглядит ли это слишком жестоко? Вместо этого дай ему пространство и кислорода с помощью клетки из строительного леса, как это. И чтобы быть уверенным, что наш маленький друг максимально рад, сделай эту продвинутую ванночку для птиц. Поставь стенд для брони со шлемом поверх трех слоев снега. И протолкни блок с полом и стенку поверх него. Закончи полублоком и табличками. С незеритовым шлемом выглядит куда привлекательнее, но это дороговато. Думаю, я выберу кожаный. Самый читерский предмет в ванильном выживании – палка от латки. Ее можно получить только командой. Но с помощью нее можно делать очень много безумных вещей, которые буквально как читы. Можно сделать странную кровать без подушки, белую траву, кривые цветочные кусты и даже летающую воду. Эту палку можно использовать в креативе для немного большего интереса в постройках. Ты можешь сделать из этой странной и скучной бамбуковой фермы, по-настоящему классную. Соединив заборы и добавив листву на бамбук – это чистая магия. Все знают, что раздатчик не может ставить блоки. Но знал ли ты, что раздатчики могут ставить блоки для спавна мобов? Например, големы или визера. Вырезанная тыква в раздатчике может заспавнить снежного голема. Совсем как просто поставить блок на снег. Выглядит как неплохой способ поспорить с другом и развести его на алмазы. Многие игроки побеждают эндер дракона, сначала сломав все кристаллы, а после ударить его мечом. Но можно подождать, пока дракон приземлится и начать взрывать его кроватями. Это будет намного быстрее и дает значительно много урона. Кактусы способны уничтожать любой предмет, который к ним прикоснется. Но это не единственный блок, который так делает. Если сбросить наковальню на предмет с четырех блоков высоты или выше, она моментально уничтожит предметы под собой. Классно. Зелень невидимости идеально подойдет, чтобы спрятаться от друзей. И также обойти мобов. Но по какой-то причине жители все равно будут тебя видеть. Даже если ты полностью невидимый. То же самое происходит со столом зачарования. Так что если ты решил последить за друзьями, проследи, чтобы рядом не было жителей. А ты знал, что раньше было измерение под названием Sky Dimension. Это было волшебное царство в небе, в которое можно было попасть через сон. Каждый раз, когда ты ложился спать, был шанс, что ты проснешься здесь. К сожалению, эта идея была замещена эндом, но я бы хотел, чтобы ее вернули. Пока ты проводишь снайперские дуэли, или же скрываешься от них, чтобы они тебя не увидели, скелеты скрывают страшный секрет. Ну ладно, он не такой страшный. Но 11% из них это левши, и держат свой лук иначе, чем остальные. Такое же примерно количество составляет людей левшей в реальной жизни. Все знают, что визор-скелеты не могут заспавниться с луком. Но у них есть строка кода, которая позволяет стрелять им огненными стрелами, когда он им дается с помощью команды. Странно, правда? А ты знал-то, что при спавне визора, небо изменяет свой цвет? Это правда так. Когда сражение начинается, горизонт становится пепельно-серым, и некоторые облака становятся темнее. Но, к сожалению, сейчас этого никто не видит, так как почти все привыкли сражаться с визором под землей. Ставить ковры на загон с животными, это практично и удобно для перемещения. Но знал ли ты, то что есть метод куда лучше? Животные могут перелезать через открытые люки, но только в один конец. Когда они пытаются оттуда выйти, у них ничего не получится. Это упрощает в 100 раз собирание животных в загон. И можно легко выйти из загона, при этом за тобой не будет вылетать тысяча куриц. Аксолотли делят с пчелами вместо самых милых мобов в Майнкрафте. При спавне они имеют обычные 4 расцветки. Но есть один супер редкий, блестящий синий аксолотль. Его шанс появления примерно 1 к 1200. Это 0.083%. Какой-то игрок обнаружил то, что забрав рыбу в ведро из своего прекрасного дома, и поместив их на пару слаймовых блоков, они начнут очень быстро и высоко подпрягивать воздух. Однако продолжится это недолго. Честно, не знаю, как можно было обнаружить этот факт. В Bedrock Edition можно переименовать костер в наковальне, и его название будет изображено над ним. Так же и работает с костером душ. Обычно лисы не атакуют просто так куриц и кроликов. Они применяют метод скрытно подойти и очень высоко напрыгнуть на свою добычу. Но когда лиса приземляется в снег, иногда она может застрять и будет пробовать лапками освободить себя. Выглядит это забавно. Сколько уже лет назад добавили лису в игру, но раньше я этого никогда не замечал. Может я просто глупый. Слаймовый блок, блок меда и блок сена могут поглощать входящий урон по игроку при падении. Но у каждого есть свои недостатки. Если поставить сундук и залить его водой, при падении ты не получаешь урон, не подпрыгиваешь и не замедляешься. Идеально. Хижина ведьмы может спавнить, ну вы знаете, ведьму. Но еще каждый раз при генерации черный кот спавнится внутри. Обычно они оттуда выбегают, но это единственный из двух способов найти такого редкого котенка. Второй способ это дождаться полной луны и отправиться в деревню. Коты с шансом 50% могут заспавниться этой магической черной версией. У тебя было такое, что просто не хватает золота на электрические рельсы, потому что в шахте никогда его не добываешь. С этой проблемой сталкивается большинство игроков. Но для этого есть решение. Если посадить вагонетку свинью с седлом, она станет в разы быстрее на обычных рельсах. Это немного странно, потому что придется сжимать кнопку назад, чтобы ехать вперед. Но работает это отлично. Пиглины это первобытные племенные существа и делают все вместе, как группа. Многие знают то, что они охотятся на Хоглинов кучками. Но ты не знал то, что есть маленький шанс на то, что они начнут танцевать вместе после победы над ним. Бедрок Эдишн, если дать название лодке в наковальне, оно будет отображаться поверх лодки, прямо как с костром. Круто, правда? И в Джаве тоже есть такая крутая механика. А, ну да, в Джаву нам вообще ничего не добавляют, я забыл. И название теперь вообще исчезло. Отлично. Это не имеет в себе очень много смысла, но скопление аметиста и его кристаллы производят свет. Он явно не очень яркий, но если вам нужно маленькое количество света, он идеально подойдет. Если ты ищешь креативный способ получить кучу разноцветной шерсти в своем мире выживания, один из лучших способов, где ее искать, это... Особняк? Оказывается, что эти особняки могут содержать в себе до 13 различных цветов шерсти. Только не забудь с собой взять ножницы. Говоря про особняки, Виндикаторов ничего не останавливает от того, чтобы разворовать всю деревню жителей. Но они не полностью бессердечные. Если они рады убить кучу жителей, то малышей они вообще не трогают. Но все-таки есть один очень злой Виндикатор. Если ты в Бедрок Эдишн и назовешь Виндикатора Джонни, то он станет психопатом и ему уже без разницы какого возраста его цель. Страшные пещерные звуки были моим главным страхом игры в детстве. Но знал ли ты, что ты можешь предугадать, когда будет звук? Просто нажми F3 и подожди, когда проценту муд будет 100. Тогда и воспроизведется звук. Или же просто выключи их. Во время снежной погоды, частички снега будут постепенно скапливаться на блоках вокруг. Иногда даже будут достигать размера полноценного блока. Но по какой-то причине во всей игре есть только два блока, которые не поддаются снегу. Лед и плотный лед полностью не восприимчивы к снегопаду. На них даже нельзя поставить снег. Но с синим льдом это работает. Притом, что это тоже лед. Я уверен, ты не знал, что если мокрую губку просушить в печи с помощью ведра лавы, ты не только получишь сухую губку, но еще и вода вернется в ведро. Неплохое внимание к деталям, Моджанг. Большинство игроков знают, что есть два типа коров. Обычные коровы и грибные. Но что многие не знают, так это про существование третьего секретного типа коров. Если во время грозы грибная корова подвергнется удару молнии, она превратится в очень редкую коричневую корову. Эта редкая корова может дать вам подозрительный суп. Вместо обычного скучного грибного супа. По какой-то причине, если черепаху поразит молния, она превратится в деревянную миску. Что это, Моджанг? Все знают, что подсолнухи в Майнкрафте всегда смотрят на восток. Но у еще одного блока есть что-то похожее. Тыквы всегда смотрят на северо-запад. Земля и блок травы это изначально практически одно и то же. Но факт, который многие не знают. Блок травы добывается немного дольше, чем блок с землей. То же самое происходит с камнем и булыжником. Хоть это и одно и то же, но булыжник добывается немного дольше. Ты точно этого не знал. Ты можешь экипировать жителя броней, если раздатчиком выбросить ее. Хоть и брони на нем не видно, но они получают эффект от нее. Не только больше брони, так еще и все зачарования. Если ты создал новый мир и ищешь алмазы, этот факт сохранит тебе кучу времени. По какой-то причине алмазы спаунятся чаще рядом с большим озером воды на суше. Значит, что тебе не нужно спускаться в пещеры и рисковать. Но будь аккуратнее, копать в Майнкрафте под себя не лучшая идея. Улей выглядит как пустой ящик. Их можно использовать для дополнительного украшения. Например, для захламленной кладовой комнаты или чердака. Они также идеально подходят, как обычные ящики. Или же столик возле кровати. Есть очень много фишек, чтобы добавить маленьких деталей для украшения ваших пастероек в Майнкрафте. Но один из моих любимых методов это следы. Просто поставь невидимую рамку на пол и положи в него стейк. У тебя получатся необычные следы от шагов. К сожалению, невидимую рамку можно получить только в креативе. Но есть вариант решения в выживании. Если поставить рамку на пол, положить в него блок и накрыть снегом. Он полностью закроет рамку, но блок все равно будет виден. С помощью этого можно сделать, ну, гарки. Или что-нибудь еще. Раз у нас есть птичья клетка, теперь сделаем аквариум. Тут даже все еще легче. Но все же жестоко. Окружи сундук люками, поставь стекло поверх. Залей воду в сундук из ведра с рыбой. И он остался закрытым навсегда. Прости, рыбка. Паутины делают пещеры или подземные шахты немного страшнее. Они также хорошо подходят для дыма из камина. Или же для сетев баскетбольное кольцо. Многие люди знают, что можно сделать довольно реалистичное мертвое дерево с помощью обтесанной древесины и мангровых корней. Но еще можно сделать мертвый огромный грибок с помощью грязных мангровых корней, коралла и свисающих корней. И кстати, грязный мангровый корень со свечкой наверху. Очень похож на сгнивший арбуз, если тебе это пригодится по какой-то причине. Корнистая земля. Это наконец-то еще один блок земли, который моментально не превращается в траву. И дает нам еще больше опций для украшения. Один из моих любимых методов использовать его. Это совместить корнистые и каменистые земли в таком узоре. Получается след от колес автомобиля. Знал ли ты, что головы мобов идеально помещаются на кирпичную стенку? Голова скелета хорошо сочетается с эндезитовой и диоритовой стеной. Зомби с заплесневелым булыжником. А голова скелета из сушителя с глубинным сланцем. Это может неплохо подойти для декорации надгробии. Хотел ли ты поиграть в бильярд в Майнкрафте? Ну, ты не можешь. Извини. Но зато можно сделать классно смотрящийся бильярдный столик. Поставив таблички так, под зеленый ковер. И окружив его люками. Ждешь лайфхак, который можно легко использовать? Попробуй построить такой гамак. Подвесь его, используй забор по сторонам. Прикрепи ступеньки, люки, чтобы поставить кровать. И табличками закрой по сторонам. Также можно заменить цвет кровати на нужный тебе. Флаги можно читерски использовать для декораций. Ими не просто можно поставить метку на карте. Или же сделать страшную голову крипера. Посмотри на этот поезд, который сделан с помощью них. Он идеально похож на версию из реальной жизни. Если люди сейчас строят настоящие поезда, то что же будет в будущем? Листва на заборе или стенки с водой внутри выглядит как глобус. Но конвольт, мир-то он не квадратный. А что если... БААААМ. Уверен? Думаешь, строить как профи это тяжело? Подумай снова и смотри на это. Если ты строишь стены таким образом, то ты делаешь это неправильно. Вместо этого возьми похожие блоки и разбросай их по постройке. Можно использовать ступеньки, более темные блоки для разнообразия и текстурирования. И таким образом ты поднимешь уровень своего строительства очень легко. То же самое и с полом, подумая всего пару минут над его узором, ты пройдашь кучу детализации. Например, ули с досками, грибы с грязью и мох с землей снаружи. Есть много вариаций построить огромную версию еды в Майнкрафте. Очевидно, что ты можешь использовать морской огурец для арбуза или тыквы в качестве корня. Но также можно использовать мангровый отросток поверх мангрового дерева для создания свеклы. Или искажённую лозу и медовые соты для своеобразного ананаса. И морской огурец на блоке на роста для помидора. Для декорации фермы можно сделать бочку с ягодами. Поставь блок коралла и окружи его люками. Это работает и с сырым железом, получится бочка с картошкой. И можно попробовать с помощью багровых досок сделать бочонок с давлённым виноградом около винодельни. Станок один из самых странно выглядящих блоков в игре. Но их можно использовать как пустые книжные полки, эскалатор и кондиционеры снаружи строений. И как вариант крутая крыша для твоего дома. А если ты хочешь больше декораций для своей библиотеки, то в версии 1.20 был добавлен этот секретный способ. Поставь стенд с бронёй на снег, на него повесь шлем в такой расцветке. Протолкни блок сверху и у тебя получится классная книга на столе. А вот как можно сделать твой пруд в 10 раз лучше очень легко. Со ступеньками и полублоками, залитыми водой, ты можешь сделать детализированные камни. Это выглядит классно. А ещё и лёгкий способ перейти в воду. Вместо обычных скотчных кувшинок, которые мы имеем, попробуй сделать свои. Используя 4 капельных листка и цветущую азалию, получаются большие и красочные кувшинки. А если у тебя есть огромное озеро, которое нужно украсить, попробуй повторить что-то похожее с капельным листом, кувшинками и листвой азалии. Возвращаясь в Майнкрафт Альфу, там было намного меньше блоков. И нельзя было классно украсить свои постройки. Так как люков там не было подавно, людям пришлось баговать дверь, чтобы вышло что-то похожее на люк. И они делали такие декорации, которые ночь точно не задумывал. А если тебе нужна ещё причина, чтобы перейти на лам, то вот она. А свои лошади тонут как жуки, когда вы передвигаетесь на них по воде. Ламы в свою очередь могут плавать. Конечно, ими нельзя управлять, но если вам нужен необычный поплог для бассейна или что-то типа того, лама с этим идеально справляется. Фейерверки можно использовать для кучи различных вещей в наши дни, но я уверен, что вы никогда не задумывались о пушке из них. Именно так фейерверки, запущенные из раздатчиков, наносят урон мобам. И это новый, лучший способ устранять мобов. Секунду. Нет, это не реклама. Приглашаю именно тебя в свой телеграм-канал. Там я очень часто общаюсь с подписчиками, делюсь информацией по выходу новых видео. И вообще-то можно найти себе собеседника в чате. Ссылка в описании. Мы тебя ждём. Хоть мы этого не видим, но жители могут носить броню. Они также могут носить головы мобов и тыкву. С помощью раздатчика можно всё это экипировать на жителя. И даже будут действовать зачарования на броне, включая шипы. И кстати, головы у мобов также работают на пиглинах. Но это выглядит ещё хуже. Дайте мне это развидеть. А ты знал, что у разбойников есть что-то типа морали? На удивление, этот стрёмный чёл с топором, которого зовут Виндикатор, не убивает маленьких жителей. Так что жители могут не беспокоиться за своих малышей. Вы можете сделать летающую железную дорогу, поставив её на люк и после опустив его. Со стороны это выглядит необычно. Вместе с этим можно делать классные ловушки. Из-за нитей при любом прикосновении рельсы просто исчезают. Пока я рассказывал этот факт, я обнаружил, что можно ходить под открытым люком, когда головы персонажа находятся выше, чем эта моделька. Шалкеры. Одни из самых мистических мобов в Майнкрафте. Я даже не понимаю, кто там вообще внутри сидит. Но используя зелье невидимости, всё раскрывается. Панцир шалкера пропадает, оставляя шалкера просто летать посередине в воздухе. Я всё ещё не понимаю, что это за штука. Но он типа милый. Кнопки, расположенные на невидимой рамке и древесине, выглядят как жуки. Говоря про жуков, в бедрок эдишн, ты можешь ставить кнопку на забор и под него. Но, к сожалению, в джава-версии такого нет. Свечи можно использовать для создания бутылочек с кетчупом и горчицей. Иногда раздражает, что вода течёт в ширину только на один блок. Проблематично сделать маленький водоём. Однако, голубое стекло может идеально заменить воду в таких ситуациях. То же самое и со льдом. Почему у нас есть лёд и капельники, но нет сосулек? Может, потому что Моджанг знает, что сосульки идеально заменяют голубое стекло. Когда ты строишь куст в своём мере, поставь под него подзол. Он будет отображать эффект тени или же работает как опавшие листья. Знал ли ты, что можно поставить такие растения, как, например, богоровый грибок или искажённые корни, не только в аду? Что более странно, так их можно поставить только на землю или траву. Но с булыжником так не сработает. Для меня это удивительно, потому что Незерак и булыжник внешне очень похожи. Но теперь мы знаем, что Незерак это просто жёсткий вариант земли. А если у тебя тесный дом по типу такого, и ты не знаешь, где разместить лестницу? Сделай вот такую линию из люков, а на них поставь лестницы. А если ты в креативе, то используй палку от ладки, чтобы создать летающую лестницу. И ты займёшь ещё меньше места. Вот она, инженерия. Вот крутой способ создать вид, будто стенд с бронёй держит меч. Поставь стержень края, поверх него свечку и протолкни в него стенд с бронёй позади. Надень на него броню и протолкни два блока вниз сзади. И у тебя получится рыцарь в сияющих доспехах. А если ты уже построил классный замок, его можно украсить богатыми и стильными коврами. Используя комбинацию шалкеровых ящиков и глазурованных керамик. Да-да, я знаю, насколько ценные шалкеровые ящики. Но ведь ты владелец целой крепости, можешь же себе позволить. А если ты пытаешься сделать тёмную страшную пещеру? Сделать трещину и добавь табличку внутрь. Если ты напишешь эти символы, покрасишь их в красный и добавишь светящиеся чернила. У тебя получатся красные страшные глаза, которые светятся в темноте. А на этом всё. Ставь лайк, подписывайся. Пиши в комментарии, какой лайфхак тебе понравился больше всего. И переходи на мой канал, ведь там есть ещё много интересных видео.